Здравствуйте, друзья! С вами снова Вяткин Александр и это канал Команда Гост Плюс. Как многим известно, практически у всех производителей модульного оборудования есть несколько серий устройств. В основном они делятся на промышленную и бытовую серию. В связи с чем у многих обывателей возникает вполне закономерный вопрос. А стоит ли платить больше за промышленную серию устройств автоматов, например, для дома или квартиры? А у некоторых монтажников в то же время возникает множество заблуждений и мифов относительно сборки электросчетов, которые они очень ревностно охраняют. Поэтому сегодня нас ожидает очень насыщенное видео, в котором мы разберем вопрос, в каких случаях стоит применять промышленную серию оборудования, а в каких нет. Пройдемся по основным мифам и заблуждениям при сборке электросчетов и закончить все это я планирую объявлением конкурса для заказчиков с главным призом 150 тысяч рублей. Поэтому, пожалуйста, досмотрите до конца. И поскольку это видео относится к серии видеороликов с ответами из Китая от Schneider Electric, то, во-первых, настоятельно рекомендую посмотреть анонс по ссылке в описании, дабы у вас не появилось дополнительных вопросов не по теме. А во-вторых, в качестве примера мы будем рассматривать оборудование именно Schneider Electric бытовой серии Easy 9 и промышленной Акти 9. Ну, а если вы уже посмотрели анонс, тогда приступим. Итак, начнем с очевидных вещей. Три самых частых тезисов, возникающих при выборе между дорогой и дешевой серией оборудования, следующие. Первое. В домашней серии оборудования якобы применяются более дешевые и менее качественные материалы. Второе. Что вероятность брака у дешевых узо и автоматов гораздо выше, чем у дорогих. И третье. Дешевые серии оборудования производятся в Китае, а все, что производится в Китае, заведомо низкого качества. И для начала предлагаю ответить на первые два вопроса. Чем отличается дешевая серия от дорогой с точки зрения внутреннего устройства и какой процент брака отсеивается при производстве и лабораторных испытаниях? Эти вопросы задавались директору по продуктовому предложению конечного распределения Лихуачену во время поездки на заводы и лаборатории Шнайдер в Китае. Поэтому предлагаю для начала послушать его ответ, после чего я добавлю свои комментарии. За синхронный перевод огромное спасибо за Урбеку Байцаеву с канала Электромонтаж USA. Его канал вы сможете найти по ссылке в описании и посмотреть, как делают электромонтаж в Соединенных Штатах. У Акти-9 широкий диапазон применения, тогда когда у Изи-9 в основном он предназначен для применения в жилищном электромонтаже. Также хочу добавить, что Акти-9 должен соответствовать не только стандарту 898, но и стандарту 749. Простите, нет, стандарту 947, который совместим с индустриальным применением. Приведу такой пример разницы между требованиями этих двух стандартов. Мы только что говорили об окне, о диапазоне срабатывания защиты от перегрузки. Автоматический выключатель, соответствующий обоим этим стандартам, у него диапазон намного уже. Ну так вот, чтобы достичь этого более узкого диапазона, мы должны добиться большей, большей стабильности и более высокого качества всех компонентов окучателей. В частности, биметаллическая пластина на Акти-9 должна быть намного более стабильной и предсказуемой, чем у Изи-9, что в свою очередь определяет большую цену производства устройств Акти-9. Итак, как мы видим, первый тезис частично подтвердился, но с большой оговоркой. Материалы, применяемые для промышленной серии, действительно более дорогие, но применяются они сугубо для обеспечения соответствия промышленным стандартам, например, повышенной точности срабатывания, как говорил Лихуачен. Главная суть тут в следующем. В бытовых условиях такая точность срабатывания просто-напросто не нужна. Вы никогда не почувствуете никакого эффекта, и бытовая электропроводка будет защищена абсолютно одинаково как с промышленной, так и с бытовой серией. Еще вопрос о количестве выхода из строя аппаратов. Одинаковая статистика в Акти-9? А, это статистически. Статистически, процент выхода из строя почти наравне, хотя у Акти-9 он немного выше. Но причина в этом тому, что вследствие того, что покупатели Акти-9 платят за продукт немножко больше, они с большей вероятностью нам позвонят, чтобы сделать заявку о замене по гарантии. То есть они с большей вероятностью при неисправности нам об этом пожалуются. Тогда, когда покупатель Акти-9, потребитель жилищного сектора рынка, скорее всего, при отказе, просто выбросит отказавший выключатель и не станет заниматься заменой по гарантии. Но статистически особой разницы при внутренних испытаниях между Акти-9 и Акти-9 у нас нет. Что же касается надежности, то, судя по лабораторным испытаниям, эти две серии аппаратов в принципе ничем друг от друга не отличаются. Разумеется, разница есть в составе материалов, из которых изготавливаются разные серии аппаратов защиты. Так, например, пластик Акти-9 более высокого качества, как по упругости, так и по стойкости к агрессивным средам, в том числе и ультрафиолету. Они меньше подвержены старению и дольше сохраняют цвет. Но опять же, при использовании в стандартных условиях квартиры, эти моменты, как и повышенное точность срабатывания, уже не так принципиальны. Да, многие электрики могут заметить, что им чаще попадаются неисправные и вышедшие из строя аппараты именно дешевых серий, но связано это не с качеством, а с количеством. Вполне очевидно, что при повсеместном и повальном применении бытовых серий, и при этом единичных случаев применения промышленной, неисправности больше будет замечено в первом случае. Ну а что касается вопроса страны-производителя, то на этот вопрос я уже частично ответил в своем видеоанонсе. Добавить могу только то, что компания Schneider Electric имеет свои собственные заводы и лаборатории на территории Китая, и контроль качества там проходит все выпускаемое оборудование на всех этапах производства. И в этом плане нет абсолютно никакой разницы, на территории какой страны находятся заводы. Качество выпускаемой продукции всегда будет одинаковым. Но если нет никакой разницы в качестве и надежности, почему тогда многие монтажники, в том числе и наша команда ГОСТ Плюс, зачастую все-таки применяют промышленные серии аппаратов защиты? Наша команда, как и многие адекватные монтажники, использует промышленную серию оборудования по двум основным причинам. Вторую причину предлагаю обсудить ближе к концу, ну а первая причина – это ограниченность ассортимента модельного ряда бюджетных серий. Например, рекомендуемые 256-м сводом правил УЗО типа А для бытовой техники зачастую отсутствуют в бюджетных линейках. Так же, как и селективные УЗО. Так же, вводные автоматы, которые в соответствии с нашими нормами должны быть с отключающей способностью 6 кА. Отсутствуют и контакторы на токе свыше 40 А, как и автоматы с низкими номиналами для защиты их цепей управления. И многое-многое другое. Я должен только уточнить, что многое из перечисленного мной выше либо уже есть в домашней серии EZ-9 от Schneider Electric, либо в скором времени появится. Поэтому, отвечая на частый вопрос подписчиков, когда же мы увидим щит на EZ-9 от команды Госплюс, отвечу. Как только, так сразу. Как только модельный ряд EZ-9 расширится до необходимого для наших щитов разнообразия. Ну а прежде чем мы обсудим вторую причину, предлагаю очень коротко и поверхностно пробежаться по основным мифам и заблуждениям, которые заставляют уже чуть менее адекватных монтажников использовать в своих сборках промышленные серии аппаратов защиты. Вообще, относительно сборки щитов, в интернете присутствует огромное количество заблуждений и распространенных ошибок, требующих отдельного видеоролика с подробным разбором. Поэтому хочу попросить зрителей особо не заострять на них внимание, а дождаться подробного видеоролика из рубрики ТОП-5. А сейчас я приведу лишь пару самых ярких примеров. Одно из самых распространенных заблуждений – это то, что при применении более одновороченных аппаратов защиты якобы можно пренебречь требованиями нормативных документов относительно прокладки кабелей. Особенно часто я встречаю подобные комментарии под видеороликами об электропроводках в деревянных домах. Дескать, я поставил себе УЗО типа А, автоматы с характеристикой Б, и теперь мне можно не прокладывать металлические трубы в деревянном доме. «Автоматика сработает и защитит меня от пожара». Но это далеко не так. Вся суть этого заблуждения в том, что люди путают причину и следствие, ровно как и назначение перечисленных выше устройств. Также очень часто можно услышать, что применение автоматических выключателей с характеристикой Б и отключающей способностью в 6 кА якобы предпочтительнее и позволяет обеспечить некий более высокий уровень безопасности, что тоже по большей части является заблуждением. Ну и стоит ли говорить о том, что токи короткого замыкания, на которые рассчитаны автоматы, как и их время-токовая характеристика, не имеют прямого отношения к селективности защиты. Это тоже распространенный миф и заблуждение. В общем, это далеко не все. И если вы хотите, чтобы наша команда как следует проехалась по всем этим электрощитовым мифам и заблуждениям, обязательно напишите в комментариях. Также напишите в комментариях ошибки, которые вам встречались, и самые интересные случаи мы обязательно обсудим. Ну а теперь давайте разберемся со второй причиной, почему мы используем промышленные аппараты защиты в своих сборках. Как мы поняли из всего вышесказанного, если перед вами стоит задача по сборке простого электрощита, без необходимости установки каких-то навороченных приборов, то вы можете со спокойной душой применить бытовую серию аппаратов защиты. В домашних условиях она обеспечит вам точно такой же уровень безопасности, как и промышленная. Но есть один нюанс. Любой. Абсолютно любой электрический щит. На каком бы оборудовании он ни собирался, и как бы грамотно он ни был спроектирован и собран, нуждается в периодическом обслуживании, профилактике и ремонте. Не в этом плане промышленная серия Акти-9 от компании Schneider Electric вне конкуренции. Одно дело, когда вы собираете пару-тройку простеньких щитов в год, при этом живя в небольшом городе или собираете щит для себя. И другое дело команда Гостплюс со щитами, собранными в соблюдении всех рекомендаций нормативных документов, неотключаемыми группами, мастер-выключателями, с подключением генераторов, АВР и БП и так далее, и установленными на всей территории Москвы и Московской области. Не в нашем случае просто собрать щит и оставить заказчика с ним один на один, это равносильно тому, что сказать, дескать, ты заплатил денег, мы собрали, а дальше как-то будешь ковыряться, это не наши проблемы. Нет, мы так не работаем. И мы прекрасно понимаем, что зачастую, случись чего, обслуживать этот щит будет какой-нибудь электрик из местного ЖЭУ, который, может быть, за всю свою жизнь больше двух автоматов на одну квартиру и не видел. И именно модульное оборудование АКТИ-9 позволяет минимизировать риск ошибок низкоквалифицированного персонала, упрощает диагностику обслуживания, вплоть до того, что делает его вообще дистанционным. И здесь лучше все один раз увидеть на конкретном примере, чем я буду полчаса пытаться объяснить на пальцах. Проблема в том, что мы не можем обязать заказчика купить именно те аппараты защиты, на которых мы сможем продемонстрировать сразу все фишки и преимущества промышленной серии АКТИ-9. А если мы снимем несколько отрывистых роликов, то это растянется на очень долгое время, и нить повествования, в принципе, будет утеряна. Поэтому мы решили не ждать у моря погоды, а объявить о начале небывалого конкурса от команды Госплюс, в ходе которого одному из наших заказчиков мы подарим идеальный, по нашему мнению, электрощит для квартиры стоимостью до 150 тысяч рублей. На этот щит впоследствии мы снимем наиподробнейший обзор, в котором по полочкам разложим не только весь функционал промышленного оборудования, но и также расскажем обо всех применяемых решениях в наших сборках. Начиная от типа применяемых проводов и наконечников для обвязки и заканчивая тем, какой аппарат защиты в каком случае лучше установить. Поэтому, даже если вы не планируете принять участие в конкурсе, обязательно поддержите видео лайком и репостом, будет очень интересно. Конкурс будет проводиться до 31 мая 2020 года. И мы прекрасно понимаем, что наши заказчики – это не глупые и уважаемые люди, поэтому для участия не потребуется никаких унизительных репостов или сбора лайков. Все, что нужно для участия – быть владельцем квартиры в новостройке, площадью не менее 50 квадратных метров с отдаленностью в пределах 30 километров от МКАД. При этом нет никакой разницы, когда вы планируете начинать электромонтажные работы. Хоть через год. Щит будет собран и отснят сразу, как только с вами будет составлена и согласована однолинейная схема. А все вопросы по проектированию можно будет решить дистанционно. При этом каждый участник конкурса получит бонусы и скидки на монтаж от нашей команды. В общем, полные условия конкурса вы найдете по ссылке в описании. Там же вы найдете полный список оборудования и его примерную стоимость. Только я должен предупредить – абсолютно все взаимодействия происходят либо через нашу группу ВКонтакте, либо по этому номеру телефона. Мы не занимаемся никакими рассылками. Остерегайтесь мошенников. Ну а на сегодня у меня пока все. Не забывайте следить за новостями нашего канала и группы ВКонтакте. Обязательно ставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями и знакомыми. Спасибо за внимание. Здоровья, удача в конкурсе и безопасного вам электричества. С вами был Вяткин Александр, команда ГОСТ+. Субтитры сделал DimaTorzok